Дорожная обстановка в городе обострилась еще летом, сразу после закрытия моста на новом рынке. И даже несмотря на то, что под автобусы выделили отдельную полосу, к осени стало понятно, подвижного состава не хватает. Особенно автобусов большой вместимости. Из-за низкой зарплаты не хватает и водителей, а также кондукторов. Проблему кадрового голода решить пытаются, но, судя по всему, пока безуспешно. Хотя есть и положительные моменты. Администрация города уже в новом году планирует закупить 18 новых автобусов. Экономические санкции обострили проблему кадрового голода. Особенно остро она стоит в медицине региона. В поликлиниках не хватает терапевтов и узких специалистов. Многие врачи и медсестры уходят из государственных медучреждений из-за низких зарплат. Одним из поводов для увольнения в декабре этого года могло стать и сокращение льготных отпусков. Коллективное обращение против ущемления социальных гарантий подписали почти семь сотен сотрудников медучреждений. Не совсем справедливо. С одной стороны, государство говорит, что надо увеличивать количество врачей, как-то пытается это сделать, а с другой стороны, свои медисти, наоборот, отталкивает людей от этого. У меня два человека уволились, уволились из отделения, перешли работать в коммерческие структуры, тоже медицинские. Получают примерно столько же, если не больше, но гораздо проще им это обходится. Массово увольняются и работники скорой помощи города Рубцовска. Говорят, работают на износ, а зарабатывают копейки. Я нашла свои расчетки за 2018 год, было 40-45 тысяч. В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 2018 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. Чтобы обеспечить себе хоть какую-то более-менее достойную жизнь, мы вынуждены забросить семьи. Мы работаем здесь сутки через сутки. Дети без родителей, по сути, растут. Ну и мы здесь, ну, по большому счету, умираем. Как стало известно, к Новому году сотрудникам скорой пообещали бонус в виде премии. А в некоторых медучреждениях льготные отпуска решено оставить в прежнем размере. Подарок, в кавычках, преподнесла жителям края к концу Нового года сфера жилищно-коммунального хозяйства. Еще в ноябре стало известно, что тарифы вырастут второй раз за год. Причем, если в целом по России общая сумма в платежке должна была увеличиться на 9%, то в крупных городах Края, Бийске и Барнауле процент еще выше. Соответственно, 11 и почти 15%. Много это. Конечно, это неправильно. Куда хватают-то? Где-то миллиардеры богатеют, поэтому от этого. У них сумма увеличивается, по-моему. Многие барнаульцы уже получили первые декабрьские квитанции и сообщают в соцсетях, что цифры, по их мнению, значительно превышают предельно допустимый рост в 15%. Татьяна Голубева, день с толком.